Ну, разрешите мне начать эту презентацию и остановиться на ряде нерешенных вопросов и введения пациентов в условиях коронавирусной инфекции. Возможно, некоторые моменты уже здесь озвучивались, и я постараюсь, ну, коротко, может быть, на них остановиться и сделать основной акцент на как раз организационных моментах, которые были сделаны. Много мы знаем на сегодняшний день о коронавирусной инфекции, многого не знаем. К сожалению, случилось так, что два года назад она прошла волной по всему миру, и это случилось неожиданным отчасти событием, которое заставило нас обратить внимание на то, как надо и необходимо лечить пациентов в этот период, и пытаться проанализировать то, как протекает эта болезнь и как она влияет на наших пациентов. Оказалось, что существует глобально две категории пациентов, которые достаточно хорошо с ранним ответом отвечают на возникновение инфекции коронавирусной. Есть другая группа больных, которая имеет высокий риск тяжелого течения ковида, низкий уровень лимфоцитов, высокий риск цитокинового шторма, что обусловливает тяжесть заболевания. И что еще было отмечено, то что пациенты, которые так или иначе могли иметь иммуносупрессию, они имели и достаточно длительное обнаружение вируса и выделение его из носоглотки, из каких-то других мест, где производилось определение полимеразной цепной реакции, наличие его обломков или молекулы НК. Так вот, оказалось, что по результатам однофакторного анализа с длительным выделением вируса была связана иммуносупрессия. Это важный был фактор его длительной персистенции в организме пациента. Кроме того, было повышенное удовольствие интеллики на 6 в день установления диагноза и перевод в отделение реанимации интенсивной терапии. Сопутствующие заболевания тоже играют большую роль в том, как будет протекать коронавирусная инфекция. И вот это интересное исследование, которое было проведено в Соединенных Штатах Америки, включались дети до 18 лет, 43 тысячи пациентов было. Тщательно изучены на предмет сопутствующих заболеваний и тяжести течения инфекции. Оказалось, что 29% имели сопутствующие болезни и среди госпитализированных 63% деток имели сопутствующие заболевания, среди которых мы видим сахарный диабет, врожденные пороки сердца сосудистой системы, эпилепсию, ожирение, эссенциальная гипертензия, сахарный диабет, второго типа, бронхиальная астма и так далее. Достаточно большой спектр заболеваний, и все они могут приводить к утяжелению течения коронавирусной инфекции. И во всем мире дети с сопутствующими болезнями имеют более высокий риск тяжелого течения этой инфекции и летального исхода. Кроме того, не только сопутствующие заболевания, но и пациенты с онкологическими болезнями имели более высокий риск тяжелых осложнений на фоне COVID-19. Мы видим этот график слева внизу, который показывает, что пациенты с онкологическими болезнями чаще имели более тяжелую форму. И самое главное, что эта тяжелая форма развивалась в три раза быстрее. И это видно с правого графика, то, насколько более высокая и более быстрая вероятность возникновения жизнеугрожающих осложнений была у пациентов, которые страдали онкологическими заболеваниями. Еще одна группа людей, которые могут быть подвержены высокому риску развития тяжелого течения COVID-19, это медицинские работники, это социальные работники, те люди, у которых специально связаны с очень частыми контактами, обслуживающий персонал, сотрудники заняты иногда на низкоквалифицированной работе, но дающие им очень частую возможность контактировать с другими людьми. И мы понимаем, что для этой категории людей риск возникновения тяжелого течения будет очень высок вследствие большой вирусной нагрузки. Слайд этот показывали. На сегодняшний день мы также знаем, что вирус может модифицироваться и образовывать новые мутации с образованием новых штаммов, соответственно, видоизменяться, что мы, в общем-то, каждую волну нового нашествия COVID-19 можем наблюдать и видим, как это клинически происходит. Было немало сделано, и когда случилась первая волна коронавирусной инфекции, Российское общество клинической онкологии приняло решение создать некие рекомендации, которые бы позволили оптимизировать работу с онкологическими пациентами и минимизировать риски возникновения тяжелых состояний и смертельных исходов. В начале было предложено классифицировать пациентов онкологически по группам риска, и в группу риска по тяжелому течению попали больные старше 65 лет, пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями сердечно-легочной системы, получающие химиотерапию, пациенты с ожирением, с индексом массы тела более 40, больные, получающие иммуносупрессивную терапию и декомпенсированные состояния, ну вот как здесь приведен сахарный диабет. Ну и особо выделяются больные с немелкоглеточным раком легкого в возрасте старше 60 лет, которые имеют крайне высокие риски тяжелого течения болезней и летальных исходов. Кроме того, из того, что мы не перечислили, сопутствующие заболевания также могут являться факторами развития тяжелого течения, а именно хронические болезни печени, артериальная гипертензия, бронхиальная астма, курение и так далее. Поэтому все это надо иметь в виду, когда мы оцениваем состояние пациента, его возможности лечения и то, какие рекомендации мы можем дать этим больным, назначить лечение, которое позволило им и справиться с основным заболеванием онкологическим и в том числе с коронавирусной инфекцией. Ряд больных, имеющих иммунокомпрометирующее состояние, как уже было выше сказано в предыдущих докладах, имеют тоже очень высокие риски развития тяжелой инфекции. И это пациенты, которые получают в этот период химиотерапию или таргетное лечение при солидных опухолях или терапию моноклональными антителами. Те больные, которые получили трансплантацию солидных органов, принимающие иммуносупрессивную терапию, картоклеточную терапию, пациенты, которые имеют врожденный, умеренный или тяжелый первичный иммунодефицит, нелеченную ВИЧ-инфекцию или прогрессирующую ее, несмотря на проводимую терапию. И, кроме того, получающие лечение теми препаратами, которые здесь перечислены, алкелирующие антиметаболиты, иммунодепрессанты. То есть достаточно большой спектр пациентов, которому проводится лечение и они нуждаются в той терапии, которая позволит им, если не избавиться от онкологического заболевания, то ввести будет возможность их в ремиссию. К сожалению, не только риски существуют тяжелого течения болезни, но и риск недостаточного ответа на активную иммунизацию. И мы знаем, на сегодняшний день необходимо прививать в обязательном порядке пациентов. Но, к сожалению, не все больные хорошо реагируют выработкой не только антител, но и специфического иммунитета. И как раз это, опять же, те же самые пациенты, которые имеют истощение Б-клеток, получающие терапию моноклональными антителами, ритоксимабом, афатомумабом, алиптозумабом, ингибиторы тирозинкиназа Брутона, картоклеточную терапию, трансплантацию. И это больные, которые находятся уже после трансплантации солидных органов, получающие, опять же, иммуносупрессирующую терапию. Тяжелые комбинированные иммунодефициты и нелеченные ВИЧ-инфекции. Вот этот перечень болезней или состояний может снижать эффективность активной иммунизации. И это мы тоже должны учитывать, когда ее проводим, для того, чтобы не подвергать в каких-то ситуациях излишнему риску таких пациентов. Мы вынуждены были проводить мероприятия, и это было правильно и необходимо во всех странах мира, не только в Российской Федерации. Все мероприятия подразделялись на неспецифические, специфические. Если говорить о неспецифических, то здесь я сейчас очень коротко остановлюсь на тех моментах, которые обсуждались с Российским обществом клинических онкологов по указанию онкологической помощи в условиях пандемии ковидом. В частности, было рекомендовано минимизировать посещение онкологическими больными в учреждениях в период пандемии. Сразу забегая вперед, скажу, что какие-то рекомендации, возможно, необходимо соблюдать и в настоящее время, какие-то, может быть, нет такой острой необходимости. Но, тем не менее, наверное, это все те важные моменты и аспекты, которые позволяют нам избавиться от большого количества заболеваний пациентов, чтобы дать возможность работать и функционировать лечебным учреждением в обычном порядке. Второй момент – это ограничение перемещения пациентов, находящихся в стационаре между отделениями. Во многих ситуациях запрещается выход из здания, чтобы минимизировать контакты с другими лицами. Организовать питание было необходимо в палатах, чтобы пациенты не имели возможности тщательно и много общаться между собой и передавать инфекцию. Это организация работы с установками физических барьеров в помещениях, регистратурах, сестеринских постах, врачебных кабинетах. Обязательно соблюдение дистанции, барьеров, оборудования, помещения, медперсоналы и палат дозаторами дезинфицирующих средств. Дезинфекция необходима регулярная. Ну и, конечно, по возможности ограничения использования систем кондиционирования типа сплит-систем. Кроме того, имеет смысл вводить запрет на посещение учреждения посторонним лицам, особенно в период наивысшего пика коронавирусной инфекции. Еще какие моменты позволяют нам более успешно бороться с этой инфекцией, это, прежде всего, разделение пациентов на три категории. Больные, которые нуждаются в немедленном начале лечения онкологического заболевания или продолжении лечения в связи с высоким риском прогрессирования и смерти. Это пациенты, которым можно отложить начало терапии. Это больные, которые получили несколько линий, например, палиативной химиотерапии и не имеют в настоящий момент симптома заболевания. Ну и больные, находящиеся под наблюдением без признаков болезни, в которых следует отменить, может быть, визиты в ближайшие 2-3 месяца. Наверное, это актуально как раз для пика эпидемии волны коронавирусной инфекции. И крайне важно, может быть, ввести некоторые ограничения на посещение, на визиты больных к клинике. И использовать более широко интернет-технологии, телемедицинские консультации, чтобы минимизировать контакты между пациентом, родственниками и врачебным персоналом. Для амбулаторных пациентов, наблюдающихся в поликлинике, был рекомендован перенос на более поздние сроки диагностических процедур за контролем эффективности терапии в случае отсутствия явных признаков прогрессирования или ургентных ситуаций. Это использование современных технологий удаленного возможностей консультирования пациентов, рентгенологических снимков, морфологических препаратов, что сейчас, в принципе, все более широко используется с внедрением телемедицинских технологий. Это, конечно, крайне важно и пока сохраняет высокую актуальность в настоящее время. Мы понимаем, что, наверное, ограничить полностью лечебные манипуляции у онкологических больных невозможно, но, тем не менее, кое-какие рекомендации все-таки в период высокого уровня заболеваемости имеет смысл делать это, ограничивать, может быть, чрезмерно токсичную химиотерапию, если есть возможность выбрать между высокотоксичными вариантами лечения менее токсичными, выбирать менее токсичными. Это, может быть, не проводить какие-то хирургические обширные вмешательства, стараться проводить неодювантную химиотерапию и использовать хирургический этап лечения уже в тот период, когда происходит спад интенсивности заражения людей и пациентов COVID-19, инфекции. Это, конечно же, исключение препаратов, например, блеммицины, наифосфамид при герминогенных опухолях, сунитениба, вместо эверолимуса при нейроэндокринных опухолях, для того, чтобы избежать осложнений, связанных воздействием на иммунную систему, на дыхательные органы. И отказ, возможно, от еженедельного проведения лекарственной терапии в пользу двух-трехнедельного. Это дает возможность менее часто посещать лечебные учреждения пациента. Или выдача таблетированных препаратов на более длительный срок, например, на 2-3 месяца по решению врачебной комиссии, вместо еженедельного или выдачи раз в месяц лекарственных препаратов, получающих больных на дневных стационарах. Оптимизация диагностических процедур и, возможно, отказ от каких-то чрезмерных, более частых обследований, перевод пациентов в другие медицинские учреждения, в которых нет вспышек COVID-19, и тем самым избегать локальных участков заражения больных. И что очень важно, это использование пролонгированных форм, колонии стимулирующих факторов при риске нитропинии уже не более 20%, а иногда в некоторых ситуациях более 10%, для того, чтобы пациенты могли вот этот период сократить иммуносупрессии костно-мозгового кроветворения, который может негативно влиять на течение коронавирусной инфекции. Ну, для лучевой терапии здесь разграничение потоков дневного круглосуточного стационара, строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил норм, обязательная дезинфекция после каждого пациента лечебного стола и фиксирующих приспособлений, и отдельное выделение аппарата для терапии больных детского и подросткового возраста. Это мы сейчас остановились на неспецифической профилактике коронавирусной инфекции, но существует еще и специфической, которой уже мы сегодня поговорили, это вакцинация, использование комбинированных моноклональных антителительного действия. Это тоже крайне важный аспект лечения больных, и рекомендации НССН нам сегодня свидетельствуют о том, что существует когорта больных, о которой я уже выше сказал, разрешите просто повторяться не буду, которая имеет вероятность ослабления иммунитета от умеренной до тяжелой степени и неадекватный иммуноответ на вакцинацию против коронавирусной инфекции. И это подчеркнуто и выделено отдельным пунктом для того, чтобы мы всегда помнили о том, что эта категория пациентов продолжает оставаться в зоне риска, даже если мы не имеем какой-то высокой активности COVID-19, но мы должны всегда помнить, что эти больные уязвимы и что нам необходимо их защищать. Об этом говорят данные вот этого крупнейшего исследования Великобритании. 5 миллионов 642 тысяч человек были проанализированы, из них оказалось, что миллион отнеслись к группе риска, имеющие здесь какие-то сопутствующие заболевания или моносупрессивные состояния. Как раз эффективность вакцинации через 28-90 дней после первой введения первой дозы показывает нам, что у больных с иммуносупрессивным состоянием эффективность такой вакцинации, к сожалению, не очень высока, в отличие даже от пациентов, которые имеют тяжелое сопутствующее состояние. И после введения второй дозы, правый график, более чем через 14 дней, вы видите, что у пациентов с иммуносупрессией практически не сдвинулись показатели эффективности, в отличие от тех больных, которые имеют сопутствующие хронические болезни. И везде, во всех исследованиях, в данном случае в Соединенных Штатах Америки, мы можем обратить наше внимание на то, что в меньшей степени возраст, в меньшей степени сопутствующие болезни, а вот в большей степени нарушение функции иммунной системы влияет на эффективность вакцинации против COVID-19. Этот график уже прокомментирован Ирина Владимировна. И я здесь, наверное, долго не буду останавливаться. Хочу сказать, что пациент к онкологическим заболеваниям имеет схожую картину, так и больные с иммуносупрессией. И существуют наши отечественные порядки проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции, которые также акцентируют и обращают наше внимание на то, что у многих онкологических больных, завершивших лечение длительное время, сохраняется хроническая иммуносупрессия, а, соответственно, эффект после вакцинации у этих больных ниже, чем у вакцинированных здоровых лиц. И мы, помимо порядков вакцинации, имеем еще на сегодняшний день временные методические рекомендации, где тоже прописаны эпидемиологические варианты наших действий в период пандемии и организации нашей работы, взаимодействия служб, которые необходимо осуществлять для того, чтобы минимизировать вероятность заражения COVID-19 и степени проявления этой инфекции. Спасибо за внимание. Вот это то короткое сообщение, которое я хотел сегодня сделать, в дополнение к тому, что было вышесказано, и рассказать о тех моментах, которые были предприняты российским обществом клинических онкологов, и не только, и рекомендациями, которые выпущены Министерством здравоохранения и группой экспертов. Спасибо. Продолжение следует...